Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, а это новый выпуск легендарной рубрики разоблачения фейков PUBG Mobile. В ней мы вместе с напарником проверяем интересные, странные и подозрительные видосы по PUBG Mobile из ТикТока, Инсты, Шортсов, короче говоря, со всего интернета. А самое главное, мы либо подтверждаем эти видосы, либо их разоблачаем. Сегодня будет сочный и насыщенный выпуск рубрики со свежими видосами, так что заранее устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаёк и как всегда небольшая просьба к вам. Пожалуйста, напишите под этим роликом любой комментарий в поддержку канала и поставьте лайк. Буду вам очень благодарен, ведь это хорошо продвигает ролики и канал в целом. А мы начинаем выпуск. Первый ролик залетает с болот. На нём нам показывают, что в болотистой местности на Эрангеле можно прятаться на машине под водой и при удобном случае стрелять оттуда по врагам. Звучит вполне себе неплохо, особенно если учитывать, что рядом находится ивент. Погнали проверим, насколько это работает. Ну, слушай, у нас таких тачек нет, мы ютуберы народные, так скажем. Но я думаю, что апельсин, например, также заходит под воду, плюс-минус. Да, и чё, конечно, как будто её в воде нету, типа не видно, да-да-да, я поверил прям 10 раз. Я думаю, её точно видно. Потому что дело всё в графике, где-то графика у чего стоит такая, что не видно, а у других она может стоять, что будет видно её, так что это всё. Чаще всего, да, графика у всех стоит, где видно, поэтому не думаю, что это работает. Ну, давай попробуем. Давай-давай-давай. Ты взял, короче, чё это у нас? Я забыл, как она называется. Это у нас Мирадо. Мирадо, да. Сейчас, надо найти, где этот... Байкал кинул камень в Ангару. Это не то озеро. А, это не то? Да, там камушек должны лежать. Так, он, подожди, где? Я что-то запутался. Их раньше меньше было, по-моему. Чё тут озёр-то развелось? Глобальное потепление. Обнову добавили с озёрами. Подожди, а что у меня за графика включена, что у меня вода, как у него? А у меня, кстати, тоже. Может, это, слушай, на озёрах она такая есть, на этих, на болоте? Вот, графика максимум у меня стоит. Опа. Неужто мы напиздели? Ну ладно. Вот, вот тут. Вот, смотри, как раз локация хорошая, рядом с ивентом. Угу. Челиксов сбривать. Так, вот. Вот сюда упало, ребят, этот камень. Да, сюда этот Байкал камень кинул. Да. Так, вот сюда вот он заехал. Ну и всё. И всё, и дышим, кайфуем. Вот мы и прибыли. Потому что даже выезжать отсюда можно. Почему уезжать отсюда не хочется? Ну, башку мою видно, да? Видно твоя башка, ну, она торчит, твоя башка, да. И стекло лобовое у тебя торчит прям пару чуть-чуть миллиметров. Ну, у него тоже ради справедливости. А если ближе подходишь, то видно антенну и зеркало заднего вида и козырьки. Короче, защитные. Сейчас, надо пострелять отсюда попробовать. Ну, это ты же вот будешь бежать, ты же не заметишь, что здесь козырёк торчит. Это же так. Ты не будешь внимания обращать на воду, да? Ну, да. Ну-ка, пробуй. Опа! А всё, тебя видно теперь. Ой. А я сейчас вот так вот сделаю. Ай, опять торчу. А он торчал, нет? Да как будто бы нет. Да, он не торчал, кстати. Ну, это походу видишь, потому что машина у нас, этот, кабрик. А ну-ка, сейчас если я, этот, крышу сложить. Оп. Торчал он. Он торчал, делал килл и сразу обратно садился. Он типа, в момент стрельбы он выторчивался, короче. А, ну да, тут в любом случае торчишь. Ну, короче, да, ребят, вот такой вот какой-то полупокер. Это, по идее, даже не баг. Так, поэтому пользоваться можно, вот там вот и вентик. Можно сбивать с челиксов. А так, работа, сядь коты, я посмотрю, как это выглядит со стороны хоть. Ну, вот бегу я, например, такой севенту, да? Так, бегу. И с меня меня выпиздило, смотри. Ага, я видел. Аномалия. Ну-ка, давай назад. Задим, что мы этого не видели. Так, бегу я такой севентик, атакую перезаряжаю. У меня шапка. Я шапку красную видно. Чешусь в пистолет. Ага, да, у тебя так с ним мухомор торчит, его прям хорошо видно. И смотри, я вот так вот, опа. Да не, нормально, слушай. Но зато тебя можно потом легко оттуда тебя прострелить. Я ж вижу, где ты находишься. Типа раз, и всё. Избрил. Это чисто на реакцию. На реакцию. На эрекцию, да. Так что не фейк, ребят. Проходите тест на эрекцию. Место и правда отлично подходит под нычку, но не уверен, как отреагируют разрабы в случае жалоб. Так что ролик не фейк, но юзать, пожалуй, лучше не стоит. На очереди второй видос. А знали вы, что тиммейта поднимать не обязательно. Можно просто выстрелить по нему из снегопушки, и он чудесным образом воскреснет. По крайней мере, именно так утверждает видос, летевший к нам на проверку. Предлагаю отправиться и проверить, так ли это на самом деле. Склейка ни разу не было склейки, ребят, ни разу. Я тоже думал, что это склейка. Я увидел прям с первого раза, я сейчас прям увидел прям стык в стык была склейка. Я прям не вылядывался. У меня резонуло прям глаз она. Хочу верить, что это правда. Ну, я думаю, что это фейк, Артём. Надо просто взять это и развенчать. Мне тоже кажется, что это фейк. Это тот самый фейк, который каждый ивент делается с новыми средствами, которые есть на ивенте. Но он каждый раз один. Это тот самый фейк, который делается на байт, чтобы забайтить просто байки, просмотры. Мы вас байтим, ребята. Да, это круговорот байта в природе. Так, тебе надо самоубийца сделать... Вот я как кобей нашел дырайбаш. Нет, так не пойдет. Вот, у тебя есть два способа, выбирай. Есть два стула. Кстати, от первого лица этот бластер-товорот выглядит солидно. Нет, не делай этого. Так. Так, выползай на улочку. На балкончик сюда вставай. Ну и что, давай стреляй. Так, давай. У меня даже жилета нету снежного, да? Сейчас все настолько лох. А я тебе вообще не могу сделать снеговиком? Только враги, походу, мол. Бля. А где наш чел? Да, ну а где чел? А чел на школе стоит? Че, уж перезаходик. Давай, давай, перезаход. Так. Давай, вставай вот сюда, вот. К углу. К углу. К углу. Так. Давай, вставай вот сюда, по центру. Ну нет, чуть-чуть туда, вот, к башне, к той сзади, да. Так, еще чуть правее, отболзи. О, стопи. Давай. Давай. На счет три давай. Раз, два, три. О! Нифига! О! Получилось! Слушай, а мне так забавно. Да, я теперь, я внутри снеговика, короче, знаешь, как чё прикол, когда я даже сейчас запись включу. Чё там? Короче, так забавно. У меня на записи, как будто первое лицо от снеговика. И это очень плохо выглядит. У меня, типа, на камере две брови, две глаза. Вот это круглое дупло, вот это под шлем... Ну, в смысле, рот вот этого. Короче, ребят, да, походу, это реально работает. Офигеть, можно так воскресить тиммейта. Обалдеть. Да, здорово. И пару минут назад у нас не было такого, что я подходил и поднимал Артема, и мы сделали склейку. Кстати, да, интересный факт. Нельзя тиммейта сделать снеговиком, кто не знал. Чтоб, видимо, не насолить друг другу. Но нет, ребят, ролик оказался склейкой, и так поднять тиммейта у вас не выйдет. Да и более того, тиммейта вообще нельзя сделать снеговиком. Так что ролик фейк в квадрате. На следующем видео тюменский Илон Маск показывает, как запустить ивентового оленя в космос. Нужно всего лишь распрыгаться в углу общаги, и тогда чудесным образом олень улетает в невесомость. Работает ли это на самом деле, или перед нами раз в бак или читы? Погнали, проверим на практике. Короче, это опять тюменский Илон Маск запускает у нас оленя в космос. Услышал. Чё думаешь? Почему отчёт был? Ну, когда ракета стартует, тоже отчёт. Услышал. Чё, я думаю, что да. Я думаю, что хавается. Я думаю, да, это уже работает, по идее. Давай ещё запустим, посмотрим, как летает-то. Да, давай запустим, посмотрим, как летает. Да, давай. Я, поскольку эмуляторщик, я тут настроился, короче, кастомные эти, на стрелочке, и прыгать на ноль. А, понял. Пока как в Most Wanted'е сижу, крест-накрест, ты на общашке, да? Да, я только что приземлился, прямо у подножья реки Ангары, блядь. О! Да, вон, скачет, скачет. Там Байкал, камень кинул. Верблюдо. Это я, да. Давай, прыгай, 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 прыгай. Ты со мной сразу будешь? Ну да, будем фиксировать. Давай, заводи машину. Так, а это у нас что вообще, кто? Это вот, блядь, подожди. Не понял. Хрена себе. Как он счетов умудрился залезть? Ладно. Опа. Ну-ка. Давай, кобылка. О, нормально. Ну-ка. Е-бог, смотри. Ого. Ты вакушин указал. Казалось, что это говно какое-то. Да, она вончик. Как минимум, это хороший способ на общагу залезть на вот этом вот коне. Так, а зачем вам верблюда это на общаге? Непонятно, конечно. Но, чтобы запушить врага, например, который на крыше сидит. Сейчас он со второй, по-моему, да, прыгал? Да. Надо просто залезть сюда. Сейчас. Тут же все успешно обкатан. Ну, сюда вот. Так. Опа. Башкой бьемся. О-о-о-о. Вот она она. Вот и оно. Великолепная история. Прикольно. О которой невозможно молчать. Ребят, попробуйте, прикольная штука. Работает. Да, не фейк. Как вы убедились, система запуска моления работает на все 100%. Так что чисто ради фана можно взять на заметочку, а ролик получает оценку не фейк. И последний видос на сегодня. На видео нам показывают секретный камень на ливике, в который можно заехать на сноуборде. Судя по обстановке, это 100% бан, в случае, если вас там спалят. Но поскольку у нас все проверяется на кастомках, давайте глянем чисто из спортивного интереса, работает этот баг или же нет. Опять сноуборд. Тут тоже у нас баг с проникновением. Только тут тиммейт не нужен. Тут ты сам подъезжаешь к скале. Камень подъехал. Да, и заходишь внутрь. И все, и бан на 40 лет. Я думаю, работает. Это явный бан, он на верблюде приехал, типа, неплохо. Да, да. Понял. Ну, если работает, то это бан, а если не работает, то не работает. То не работает, да. Вот так вот. Давайте проверим. Давайте. Давайте. Кто давайте-то? Мы здесь вдвоем, Артем, сидим. Вот она та гора. Горбатая. Не надо так. А что ты штаны-то снял? Так, ну вот, смотри. Ну, что-то тут есть, да. Это правда. Ну, вот этот, под горбинку, вот эту. Под горбинку надо, да. Под батин цирроз печени, вот этот, надо заехать, короче. Так точно. О! Легчайше. А у меня не получилось. Только-так у меня оружия нет. Да? Как всегда. Зато я набрал, блядь, тебе целый боекомплект. Ну, на скалы попробуй. Давай, давай. О, жопа торчит. Лежит груша, нельзя скушать, не могу. Давай, я сейчас еще раз подкину. А ты можешь сюда чуть-чуть? Вот сюда. Где более такая полоплостика. Ты забрал, нет? А, нет. Нет, сюда вот. Нельзя жопой взять как-нибудь. А, он меня выталкивает сразу. Пидор. Ну, короче, да, ребят, работает. Но я думаю, за это забанят. Как думаешь, Артем? Да, конечно, 100% высшую текстуры. Ну, да, это... ВХ, им, бан. Дело опасно. А ну-ка, подойди-ка, я попробую себя этот кинуть. Штикножик хотя бы. Штикножик? Понять, проходит ли здесь хоть такой дамаг или не проходит. О, проходит. Да, ребят. Ну, это точно бан. 100%-ный. Попасть легко, да. Но бан вам обеспечен. Если что, кстати, находится, это вот здесь вот, в Крабграссе. Честно, не знаю, зачем я это говорю, если из-за этого бандают. Не, вы забаните, ребят, пробуйте. А в комментах пишите, кого забанил, а кого нет. На кастомке можно. Я разрешаю. И в реальной катке тоже можно. И в реальной жизни тоже можно. Бак прекрасно работает, но вот использовать его не рекомендую. Баны от разрабов — это не шутки. Ну, а у меня на этом сегодня все. Надеюсь, ролик вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь. А с вами был я, Илья Айки, Сеникс и Артем Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok